Всем привет дорогие друзья, это Сова. Мы с вами продолжаем играть во всякое. Сегодня у нас в Сатисфакторе, естественно. Мы будем продолжать развивать ту ерунду, которую мы с вами развивали до этого. Короче, вот здесь у нас есть... И конечно было бы логичнее воспользоваться им дальше, но... Но, я его оставлю... Очень просто будет сделать. Мы просто берем и вот так вот тащим дальше вот эту вот линию. Потому что основная вещь, которая мне в принципе нужна, это бензин. То есть все упирается у меня в бензин, поэтому вот так. И вы можете сказать... А мы все и сделаем. Сделаем мы сейчас все очень хорошо. По крайней мере я очень сильно это надеюсь. Не факт, что конечно у меня получится, но... Мы будем стараться. Так, вот здесь у нас будут погрузочные терминалы... Вернее, разгрузочные терминалы. Разгрузочные. Погрузочные у нас вон там дальше. Здесь у нас будут разгрузочные терминалы, как раз которые будут касаться меди. Так, вот отсюда у нас медь. Соответственно, оттуда мы ее будем... Отсюда мы ее будем забирать. Туда мы будем ее выпихивать. Теперь мне надо сделать так, чтобы сюда у нас попадали грузовики. И это на самом деле проблема, потому что... Здесь вот у меня уже проложены транспортные маршруты. И эти транспортные маршруты не хотелось бы, конечно, никаким образом портить. Поэтому... Да, потому что я прям могу очень здорово испортить транспортные маршруты. Поэтому мы сейчас сделаем вот так. Короче говоря, сначала нам надо поставить здесь разгрузочные базы. Так, мы сейчас здесь делаем вот такую вот фигню. Будем делать все настолько фундаментально, насколько это возможно. Так, отлично. Есть здесь вот такая вот канитель у нас. Теперь мы должны две разгрузочные станции присунуть куда-то вот сюда. Примерно... Да. Даже, наверное, придется все это еще расширить дополнительно. Так, поскольку они у меня будут обе разгружать одно и то же. Я могу их сделать прям последовательно. Я сейчас объясню, зачем я хочу это сделать. Так, эти две станции у нас будут заниматься только выгрузкой. Так, выгрузка и выгрузка. Все, никаких погрузок они осуществлять не будут, соответственно. Так, теперь мы здесь делаем пятеру. Так, фундамент пятеру. Так, где-то вот отсюда у нас будет заезд. Поэтому сейчас мы тут сделаем себе красоту. Ну или, по крайней мере, я очень сильно надеюсь, что это будет красота. Заборы я делать не хочу. Чего не хочу делать заборы? Ну, не знаю. Потому что заборы какие-то уродские. Мне не нравится. А вот эти вот штуки, они прикольные. Они прям сразу дают понять, что здесь нормальные, серьезные ребята с серьезным подходом к делу. Так, значит, вот здесь вот у нас будет заезд сюда для грузовичка. А там дальше у нас будет выезд отсюда для того же самого грузовичка. Теперь нам нужно протянуть вот такую вот воздушную хиромантику. Так, вот это вот мы должны будем протянуть. И вот это вот мы должны будем протянуть тоже. Так, ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Ой, тянем примерно куда-то вот туда. Опс. Я переборщил немножко. Так-так-так, еще чуть-чуть надо затянуть. Вот примерно, да. Примерно вот сюда. Так, примерно вот так. Примерно вот сюда. Так, есть такое дело. Так, так-так-так-так-так. Да, все нормально. Я просто примерно прикидываю, как это должно быть. Теперь надо будет, соответственно, сделать вот здесь вот дорогу. И вот эту вот фигню надо будет спустить вниз. Эту фигню надо будет спустить вниз. И с этим будут некоторые проблемы. Поэтому мы сейчас спускаемся сразу вот сюда. И начинаем, короче, какую-то вот такую балалайку строить. Так, вот эту сюда. Потом вот эту сюда. Так. Сюда, сюда. 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 Так. Теперь сюда и сюда. Возможно, здесь можно было как-то иначе что-то проложить. Зашибись. Я же на камне строить не могу, что ли? На какую, блядь, я чужую территорию вступаю? Ну вот эту? А, это сраный известняк. Понятно. На руде вообще ничего нельзя строить. Даже на такой. Ну ладно. А че он не это самое, не разбивается? Заебись. У меня, короче, есть бессмертный известняк. Не. Известняк все-таки смертный. Просто из него ничего не упадает. Ну вот такой вот у нас известняк. Любопытный. Так. Вот у нас получился здесь заезд. Так. Здесь, соответственно, у нас будет заезд. И вот здесь у нас будет заезд. Так. Вот такой вот у нас будет широкий здесь заезд наверх. Идеально, мне кажется, получается. Теперь надо, соответственно... Так. Вот такую вот требедень построить здесь. Такую, вот такую и вот такую. Так. Ну и теперь, соответственно, мы так же просто берем и расширяемся. Так. А здесь у меня, кстати, херня получается. Мда. Ладно. Эту херню я сейчас тоже знаю, как решить. Сейчас мы сначала вот эту сделаем. Так. Вот это. Вот это. Ну и здесь такая же история. Ух. Так. Вот у нас получился заезд. Здесь. Так. Здесь теперь мне нужно будет сделать такие же заездики, только уже маленькие. Это у нас фундаменты вот такой вот. 8 на 2. Так. 8 на 2. 8 на 2. 8 на 2. Так. Хорошо. Вот это у нас съезд-заезд. Съезд-заезд у нас готов. Так. Отсюда у нас пойдут тогда грузовичовские. Грузовичковские у нас пойдут. Пойдут они, естественно, по правилу Буравчика. И по правилу дорожного, собственно, движения. Так. Это что-то я там построил внизу? Надо разобрать быстрее. Пока оно никому не помешало. Так. Теперь, значит, смотри, что мы делаем. Эй, блин. Опять я там что-то придумал неправильное. Так. Пятерочку. Продолжаем. Так. Это у нас будет выезд. Так. Теперь нам нужно оформить разделительную полосу. Которая будет все это дело отделять одно от другого. Это будет вот эта полоса. Я просто очень не хочу, чтобы у меня грузовики падали как хрен знает что, если вдруг с ними что-то случится. И чтобы они стабильно ездили туда-сюда. Для того, чтобы они стабильно ездили туда-сюда, мы сделаем вот такой вот дребедень для них. Чтобы они просто не имели никакой возможности провалиться ниже. Так. Вот это у нас будет выезд. Теперь надо сделать заезд, соответственно. Который у нас по правилам дорожного движения должен находиться вот здесь. Блин, да что ж у меня все вниз-то уходит, а? Саные тормоза. Прямо на этом самом. Прямо на дороге все сделал. Так. Отлично. Теперь надо проложить, соответственно, маршрут вот туда. Ну. Займемся. Так, осталось 62 единицы бетона, которого явно нам, наверное, не хватит. Сейчас проверим. Но, скорее всего, не хватит. Да, не хватит. Чуть-чуть не хватило. Так. Сейчас мы тогда это дело оформим. Так. Так-так-так. Так-так-так. Да, мне надо дофигища цемента, в принципе, для того, чтобы здесь все доделать. И тогда мы можем уже заняться обучением грузовиков. Так. Пойду сметнусь за цементом. Чудеса монтажа. И мы снова здесь. И у меня уже есть цемент для того, чтобы продолжать строить. Так. Мы заканчиваем вот эти вот штуки. По идее, там по бортам еще должны находиться вот такие вот жирные штуки. Но мы их пока делать не будем. Теперь мне нужно сделать, чтобы у меня сюда приходило топливо для заправки грузовиков, которые будут, соответственно, всю эту херню возить. Это у меня дойти аж вот туда. И оттуда забирать, соответственно, это самое топливо. Так. Вот куда-то сюда мы ставим стойку. Так. Она правильно ставит? В идее она ставит правильно. И как раз очень хорошо, что у меня здесь дырки в производстве были. Сейчас у меня дырок уже нет. Я бы сейчас уже так не сделал. Но сделал бы, конечно, по-другому. Не проблема. Но так бы не сделал. Так. Что не так-то? Что-то ты не можешь подцепиться. Далеко? Вон оно что. Так. Значит, надо промежуточную стойку еще сделать вот здесь. Вот тут. Так. Ну, далеко так далеко. Ладно. Хорошо. Верю тебе. А сейчас чего? Непригодно в работе в таком положении. Там, короче, какая-то херня. На счет он не на то наводится просто. Так. Вот на тебя он, наверное, наводится. Так. Иди в задницу. Отсюда. Так. Теперь хорошо. Теперь пригодно для работы в таком положении? О. Теперь пригодно. Я же говорил. Так. Издюхаем дальше. Так. Теперь, соответственно, здесь идем. Так. Теперь мне нужно сделать еще несколько стоек. Которые у нас на циферку 7. Так. Ну, допустим, вот здесь. Вот там. Вот там. Еще вот здесь. Кипец, как здесь далеко-то оказывается. Вот здесь. Здесь. И, наверное, последнее как раз будет где-то вот тут. Я не знаю. Хватит ее, не хватит? Сейчас проверим. Так. Да. Так. Где-то есть ты. Господи. Что ж такое? Что перестал магнититься опять? Так. Хватит тебя, нет? Хватит. Так. Норма. Так. Норма, норма, норма. Теперь идем цепляемся сюда. Отсюда, соответственно, где-то там есть. Отсюда, соответственно, цепляемся сюда. Отсюда. Отсюда цепляемся сюда. Нет, сюда. Сюда. Да, блин. Так. Отсюда цепляемся сюда. Так. Далее. Ну и, соответственно, здесь цепляемся вот к этой херномантике. Так. Теперь проверяем, чтобы все шло. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, все идет нормально. Да? Да. Так, хорошо Теперь надо, значит, напротив вот этих вот вещей Построить нам конвейерный разветвитель Так, оптимизация Конвейерный разветвитель Так, один, значит, должен стоять вот здесь И второй должен стоять вот здесь Из которых мы... А, блин, подождите, не туда Не туда, это же сырье Так, хорошо Ладно, тогда они будут немножко под углом стоять Так, вот это у нас бензин Так, бензин, хорошо Теперь нам нужно просто поставить здесь Столб лэп От этого столба, соответственно, запитать ее Запитать ее А сам столб запитать на что-нибудь еще Так, на чем можем запитать столб? Куда-то вниз надо его запитать Давайте тогда поставим еще один вот здесь И от него уже запитаемся вот туда Так, должна жара пойти Потому что жара не пошла Почему-то здесь топливо одна единица Почему здесь одна единица топлива? А, я знаю почему Потому что на краю На самом была одна несчастная единица Так, все, теперь турбо топливо Здесь, надеюсь, тоже турбо топливо Так, отлично Отлично, отлично, ребята Так, здесь тоже турбо топливо Что-то я немножечко волнуюсь Волнуюсь по этому поводу Ладно, мне кажется, все должно быть хорошо Так, теперь нам нужно построить машину Вот такую Для начала И сейчас мы обучим хотя бы один грузовик Для начала Так, теперь, теперь, теперь Чем тебя запрать-то? На турбо топливо поедешь у нас Как нормальный Так, идем проверять Сейчас, естественно, будут тормоза Так, вот эти кусты надо снести Эти кусты будут потом мешать моим грузовикам Они сами с ними не справятся Так, вот с этими кустами, интересно, справятся Ладно, мы сейчас здесь все разнесем Блин, вот это Блин, здесь яд, там радиация Просто идеально Идеальная система Так, достраиваем тогда вот эти вот хиромантии Ооо, тормозит-то как, ёпта Тормозит вообще просто Нечеловеческий тормозит Так, достраиваем хиромантии Теперь берем и достраиваем вот здесь вот заезды Так, достраиваем заезды Достраиваем здесь вот съезды Чтобы здесь как можно меньше было мест В которых мой грузовик может запкнуться потом Так, здесь, соответственно, мы сделали Так, теперь вот такую штуку здесь сделать Ну и, соответственно, заезды надо сделать вот здесь Так, заезд, заезд и И еще один заезд Так, хорошо Это у нас готово Так, теперь надо пойти вон туда делать Вообще, кстати, очень хороший вопрос Откуда здесь надо будет заезжать Я так думаю, что вот такую штуку надо вот на такую заменить Заезжать-то по-хорошему надо будет вот отсюда Но что-то мне так кажется, что с навыками вождения у грузовика автоматического Это будет прям Прям какая-то херня Прям это будет Так, восемь Шесть Так, есть такое дело Теперь здесь Да Да, здесь прям Прям я предчувствую, что здесь будет какая-то херня Лучше сюда вообще не ездить, на самом деле Блин, здесь еще столб у меня стоит Короче, лучше задом сдавать Сюда заехать, потом просто сдать задом и уехать Только для того, чтобы здесь вот это вот все делать Нам надо будет сейчас произвести одну очень интересную манипуляцию А именно поставить исследователь Блин, ну почему вы исследователь? Нет, не надо туда ничего загружать Ты же не успел туда ничего загрузить Ааа, здесь разгрузка А почему здесь разгрузка? Какая-то должна быть погрузка Потому что, слава богу, здесь разгрузка Хорошо Так, тогда Я просто не понял, почему он туда ничего не загрузил Хотя должен был Так, мы ставим 10 лет Здесь просто есть сраный куст Который с мой большой-пребольшой грузовик Уничтожить сам не в состоянии Этот сраный куст уничтожить надо мне Вот Так, отлично Ну, конечно, можно было спилить Но я предпочитаю решать вопрос кардинально Так, теперь здесь, соответственно, надо будет поставить вот так вот Здесь загрузка Значит, мы сюда доезжаем И просто потом сворачиваем назад и отсюда уезжаем Так, есть такое дело Так, есть такое дело Теперь вот здесь у нас здесь тоже не погрузка, да, ставить? Нет, здесь я уже поставил Все, здесь загрузка Так, прекрасно Блин, вот эти кусты не помешают ничем? Блин, вот этот вот куст, мне кажется, может помешать Я прям чувствую, может Можно его пильнуть? Да, потому что есть у меня прям очень большие сомнения на этот счет Так Ну По идее По идее Я сделал все, что надо было сделать Так, ставим исследователь Теперь начинаем обучать грузовики Нет, только Надо сначала Так, открыть рабочий станок Загрузить туда бензин Так, садимся в эксплорер Так, поехали Заодно проверим примерно, как мы будем возвращаться назад По идее мы где-то вот так вот должны возвращаться назад Я думаю, что должно быть норм По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь Так Здесь мы вроде как заезжаем Так, здесь мы такие идем дальше Такие херак, херак, херак Поворачиваем Но грузовик так быстро не поедет все равно Так, поворачиваем, поворачиваем Поворачиваем И там что-то у нас типа из этого получается Так Где нам сделать контрольные точки для них Я хочу, чтобы оба грузовика У меня, поскольку у них разное время в пути Чтобы оба грузовика проезжали на разгрузку через вот эти вот зоны Другое дело, что они, скорее всего, будут друг другу мешать И, возможно, их после этого придется переобучать Возможно И это прям Отличная от нуля вероятность Очень большая Значит, нам нужны начальные точки и конечные точки этого всего Значит, начальная точка Грузовика номер раз Так Ставим тебя сюда Так Ставим тебя сюда Нет, какую-то там сторону-то должен был развернут Вот сюда-то должен быть развернут Так Прямо строго по центру мы тебя сюда поставили Так Есть такое дело Так Сгружаем в тебя 12 единиц турбо-топлива Так Сгружаем в тебя 12 единиц турбо-топлива Теперь Автопилот Отключить пока Пока автопилот мне не нужен Начинаем запись Ну, давайте теперь Главное не сильно лжануться Вот такие мы здесь Подъезжаем Подъезжаем Очень-очень медленно Будут ли они друг другу мешать Большой вопрос Я думаю, что будут Но я надеюсь, что не очень сильно Так Вот здесь мы такие типа Хоп-хоп-хоп И разгружаемся А, они сразу оба, что ли, меня разгружают? Так Ну, допустим Такого времени разгрузки Мне, наверное, по идее будет достаточно Такие мы такие Хоп-хоп-хоп Разгрузились 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 Поехали отсюда Да, мешать они будут Друг другу Сто процентов Так До сюда мы таки Доехали Здесь, короче Надо было на самом деле Сделать больше Надо будет расширить Вот эту вот фигню Поэтому вот здесь вот так потихонечку спускаемся Так Отлично Потихонечку спустились И, короче Поехали 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 Здесь, в принципе, недалеко Поэтому нормально Здесь у нас саный яд Надеюсь, что он меня не убьет Здесь у нас санная радиация Благодаря мне Но она меня, по идее, не должна убить Потому что я в домике В машине она не пробивает Если бы я шел пешком Тогда бы да Так Вот мы загружаемся Теперь здесь Соответственно Так Подъезжаем сюда Так Притормаживаем Притормаживаем И Тупо стоим Так Тупо стоим Ну, даже там Едем по чуть-чуть Едем, едем, едем Так Станавливаемся 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 Так Да, слушайте, с погрузкой Значит разгрузка должна быть сильно подольше Я там немножко лыжанулся, значит Все, вот мы загрузились Теперь наша задача вернуться назад А этого, да, два грузовика там Ну сейчас мы увидим это Я думаю, что два грузовика будут просто уничтожать там друг друга За место под солнцем По идее надо было, наверное, для них все-таки Разные разгрузочные порты делать И чтобы эти два разных разгрузочных порта Никак друг с другом не взаимодействовали Но уже поздно Так, теперь здесь мы, соответственно, заезжаем наверх Так, заехали наверх Так, теперь здесь мы внимательно Внимательно-внимательно-внимательно Объезжаем вот так вот все Так, едем-едем-едем 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 И где-то вот здесь вот завершаем запись Так, теперь мы тебя Давай-ка мы тебя сейчас сразу развернем Чтоб ты мне не мешал Куда-нибудь тебя мы Куда бы тебя запихнуть-то Куда бы тебя запихнуть Чтоб ты мне не мешал Но при этом, чтоб ты потом заработал Так, запись-то мы завершили Поэтому все, что нам нужно было Мы уже с него получили Так, надо его куда-нибудь отогнать Вон туда, например Долетит, интересно? Ой, суть по тормозам не долетит Не долетел Так, отлично Так, автопилот у тебя Выключен, да? Все, ты у нас ехать не можешь Ну, прекрасно Теперь мне нужно обучить Второй грузовик Естественно, поскольку Я не смогу сделать Ты там не уехал никуда? Не, не уехал Поскольку я не смогу сделать Идентично правильное время То мне один грузовик при разгрузке Будет мешать другому грузовику Разгружаться, когда они приедут одновременно То есть, периодически здесь будет Какая-то жопа возникать Ну, что ж мы, кстати, сможем с этими делать? Ничего мы с этими делать не можем Поэтому мы просто с этим смиримся Так, надо теперь создать еще один грузовик Так, мы создаем Тоже направленный в ту сторону сразу Тоже прям строго по центру Так, мы в этот грузовик, соответственно Сейчас запихнем Турботопливо Точно так же Так же мы в него садимся В этот грузовик Так Отключаем автопилот На нем Так, теперь дальше, соответственно Начинаем запись и поехали Так, начинаем запись и поехали Вот так вот у нас грузовичок Из Ромашкова приехал Соответственно, ты у нас тоже Да Ты у нас тоже такой, типа, приехал И тебя здесь начинают разгружать Разгружают тебя Разгружают 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 Потом тебя начинает разгружать Второй наш этот самый Разгружают 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 Ну, надеюсь, два рыла Они тебя уже разгрузили Хотя, скорее всего, нет Ну, надеюсь, что да Так, и все И мы почухали отсюда Так, мы отсюда почухали Соответственно, здесь Где-то Да, мы притормозили Потому что слишком быстро ехать не надо Здесь, короче, надо бортики делать Если они тут вдвоем что-то не поделят Они просто здесь все разнесут Бортики мы сейчас сделаем обязательно Так, ты потом поехал дальше Ну, и едешь точно так же Короче, мы едем изначально По пути вот этого трактора И где-то только там в конце Они у нас будут, соответственно, разделяться Так, теперь вот здесь Да, теперь вот здесь, конечно, будет жопа Ну, единственное, где они могут столкнуться И наверняка будут сталкиваться Это вот тут Вот в этом конкретном месте Дальше их пути расходятся Надеюсь, что все будет норм Так, теперь вот здесь вот надо спешить Спешить здесь не надо Здесь у нас очень хитрая система Сюда нужно заезжать очень аккуратненько А не залетать, как они обычно любят это делать Так, вот здесь вот ты такой останавливаешься И потом потихонечку, потихонечку Помаленечку, помаленечку Заезжаешь вот сюда И стоишь Да, загрузка-разгрузка, конечно Не быстро То есть на базе там 100% будут проблемы Так, вот так вот ты потом отъезжаешь назад Разворачиваешься как про И пилюкаешь теперь по своим же собственным следам Откуда приехал Очень интересно, что из этого получится Так, теперь мы, соответственно, по следам второго трактора Опять же, едем вот здесь Все они у нас должны примерно по одному и тому же маршруту пилюкать Потому что смысла никакого нового маршрута прокладывать нет Единственное, что у меня почему-то эти точки теперь появляются Уже непосредственно перед тем, как я сам туда доехал Ну ладно Это из-за дальности прорисовки, скорее всего Я ее постарался убрать на минимум, чтобы снизить тормоза Но тормоза не снизились Так, теперь здесь, соответственно, мы с кавалерийского на сколько забегаем сюда Здесь надо будет немножечко притормозить Да, здесь надо будет, конечно, им сделать эти Борта Борта мы им сейчас сделаем Так, здесь у меня затормозило Надеюсь, не очень смертельно Так, все хорошо И, соответственно, здесь где-то Мы завершаем запись Все, запись у нас готова Так, теперь с тобой такая же история, как и с тем трактором Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим инерция относится. Так, все, выходим из него. Так, из этого трактора мы вышли, все прекрасно. Так, теперь мне нужно сделать здесь еще один блок, вот такой. Так, вот такой, вот такой, вот такой. Так, и еще один вот такой, это так чисто на всякий случай. Потом здесь соответственно сверху надо будет сделать еще один маленький фундамент. Так, вот такой вот маленький фундамент. Так, есть такое дело. Теперь здесь, у нас здесь получаются немножечко такие рисковые вещи, поэтому здесь надо будет огородить. Вот здесь вроде как рисковых вещей нет, а вот здесь вот рисковые вещи есть. Поэтому здесь надо будет вот так вот сделать им туннельчик, по которому они у нас будут перемещаться. Потому что их двое, если они столкнутся, они будут пытаться разъехаться, сдавать задним ходом и куда этот задний ход их приведет неизвестно. Поэтому надо максимально сделать так, чтобы задний ход привело в правильном направлении. Так, теперь... Так, еще один квадрат остался. Ну, здесь, надеюсь, они друг друга не поубивают. Так, там у нас не опасно. Здесь, соответственно, мы отгородили все. Теперь, надеюсь, все хорошо. Теперь осталось последний. Последнее, что надо сделать. Это, соответственно, надо вот так вот вывести отсюда. Так, 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 так. Вывести отсюда номер раз. И я, блин, единственное, что я мог сделать, это на чуть-чуть его закосячить. И я, естественно, закосячу. Так. Отсюда надо вывести? Так, отсюда я вывел? Да, отсюда я вывел. Так, теперь здесь, соответственно, надо вывести отсюда. Теперь здесь надо сделать оптимизацию. Конвейерный лифт надо проложить вниз. Так. Конвейерный лифт надо проложить вниз. Так, мы сюда куда-то прокладываем. Так, теперь отсюда надо конвейерный лифт проложить вниз. И подцепить. И подцепить их вот сюда. Где-то вот здесь вот надо будет делать конвейерные соединители. Так, конвейерный соединитель. Да, здесь получится опять уродство. Из-за того, что они разного уровня, получится уродство. Могу я как-то избежать уродства? Похоже, что уродства я избежать не могу. Если только... Так, сейчас мы вот это вот отключим. Нет, не вот это. Вот это. Так, если только я здесь где-то сделаю... Вот так вот, например, две единицы фундамента. Отсюда, соответственно, мы так вот вниз спустим. Так, чтобы ровно было. Не пойму, чтобы ровно было. Вот так вроде, чтобы ровно. Так, вот так. Соответственно, здесь вот сюда. Потом здесь вот отсюда вот так. Здесь, собственно, как-то вот так, например. Даже не знаю, насколько это получится хорошо. Так, вот это, допустим, мы теперь подцепим сюда. Этот мы подцепим теперь вот сюда. А вот здесь, по идее, я тогда смогу сделать два разветвителя. Вернее, соединитель, не разветвитель. Так, вот тут соединитель один. Так, и вот здесь где-то соединитель два мне нужен. Где я там летаю-то, господи? Да, бля, так. Когда тормозит, летать вообще невозможно. Бля, теперь вообще все повисло. Гребанная оптимизация. Так, отлично. Теперь надо как-то запилить на один и на второй. Так, ну, допустим, вот отсюда на один. А вот оттуда мы сейчас подцепим, ну, например, вот сюда. Нет, только сюда на что-то цепляться не хочешь. А, не хватает, потому что... Так, допустим, тогда вот здесь. И... Так, зацепится, не зацепится. А, не зацепится. Да, выступает на чужую территорию. Ну, и... Ладно, тогда я протяну ее вот сюда. А отсюда уже подцеплю. Здесь-то я на чужую территорию не вступаю. Нет, здесь не вступаю. Так, это у нас есть. Теперь мы, соответственно, раскачиваем вот эти, которые у нас на 60. Мы их раскачиваем до 150. Где у меня качалки? Так, качалка раз. Качалка два. Качалка три. Пум. Качалка раз. Качалка два. Качалка три. Пум. Так, 150. 150 отсюда и 300 оттуда, соответственно. Ну, теперь... Дело за малым. Теперь дело за малым. Теперь надо, чтобы эти грузовики нашли дорогу домой. Сейчас мы об этом узнаем. Надо, чтобы меня еще не сбило. Он, кстати, как в воду глядел там. Едет меня сбивать, товарищ. Так, ну что, грузовички. Теперь у вас есть ответственная миссия, а мы будем наблюдать за тем, как вы с ней справитесь. Дается мне, что справятся они с ней хреновато. Так, включаем автопилот, вылезаем из машины. Включаем автопилот, вылезаем из машины, взлетаем отсюда, пока меня не раздавило нахрен. Я, собственно, так и думал. Как-то они странно поехали. Блать, куда он поехал? Казалось бы, куда проще Надо просто доехать До ближайшего чекпоинта маршрута Ну то есть вот Взять, выбрать ближайший И к нему приехать Потому что от него ты уже знаешь как ехать Пиздец, он вообще телепортировался куда-то Пиздец Опа Это блиночный Ух не хип Японский городовой Короче ребята, если вдруг кому надоест строить фабрику Это пиздец Если кому-то надоест строить фабрику Вы можете пустить по кругу Несколько грузовиков Маленьких машин Их баги Чтоб у них были точки пересечения И наблюдать за кармагеддоном То есть реально можно устроить кармагеддон Из этой игры сделать Вот смотрите, что он делает Хуй знает, что он делает Один пока вроде как сориентировался Второй Чем занимается второй непонятно Так, один сориентировал Если я сейчас на него сяду Мы уже точно знаем, что вес моих определенных органов Полностью перевешивает Этот грузовик И он начинает вести себя очень странно Поэтому ладно, подождем пока Так, тормознулся-то-то зря Вот эту вот точку надо было удалить Она Сейт-вейт-тайм Надо удалить А, можно вейт-тайм, кстати, назначить Это хорошо Мы удаляем эту точку Она здесь не нужна Так, у тебя тут что? У тебя нормально все? У тебя тут все нормально вроде А, у тебя тоже вейт-тайм есть Так, мы сейчас тебя тоже удалим Где грузовик? А, вон он разгружается Так, где тут у нас вейт-тайм? Этот вейт-тайм удаляем Так, этот упиздюхал отсюда Интересные формы колеса стали Смотрите Такое ощущение, что он подвис Я, по-моему, так долго не стоял здесь Ему прям явно нехорошо Смотрите, он вообще ничего не делает Не, поехал Короче, как-то по-другому это должно было выглядеть Слушайте Так, ну и чего? У нас здесь Так, у нас здесь получилось практически полное Здесь совсем полное Угу В общем, с вейт-таймами получилось, как всегда, какая-то лажа Так, этот у нас уехал Так, можно последить за ними вот здесь Ну, я думаю, что на самом деле все с ними нормально будет Так, все Они отсюда учалили Здесь у нас, соответственно Теперь должна быть практически полностью безразрывная хрень Странно Странно, почему-то единицы разрывов есть Хотя, по идее, их быть не должно Странно, почему они есть Ну ладно, будем считать, что это какие-то небольшие глюки Так Теперь мне надо проверить мою фабрику Соответственно С этим вроде как разобрались В медяхе у меня теперь ровно 450 Ну ладно, там 449 может быть Не 450 ее может быть Но 449 точно Так, вот она у нас поперла Вот она у нас поперла Вот у нас производство медных слитков Так, ну, будем считать, что оно прям этот Вопрос, последние на 100% работают или нет? Если последние работают не на 100%, это либо из-за того, что недостаточно сырья Что, скорее всего, было изначально Либо я где-то просчитался Но, скорее всего, изначально было недостаточно сырья Поэтому просто не успел заполниться Он же работает не один к одному Он еще наполняет все склады Но это вообще на 0% работает пока Так, теперь надо смотреть здесь тогда Раз этот у нас работает на 0% Вот сюда должна активно наполняться она 46, 47, 48, 50 Так, 53, 54, все нормально В принципе, так же, как я и думал, так это и работает Так, слитки здесь все идут Что характерно, даже все нормально, смотрите Это странно, я согласен Странно, что все нормально, но пока все нормально Так, 88, 89, 91 Так, он уверенно наполняется, это хорошо Так, все, 100-ка Теперь он здесь будет стакаться И уже по одной штуке забирать Теперь начнет наполняться, соответственно, линия номер 2 Так, здесь у нас уже застакалась Здесь тоже застакалась Так, отсюда у нас активно похреначились слиточки медные Хорошо Так 17, 16 Что-то прибыток идет, но какой-то медленноватый Слушайте Так-то должен, по идее, побыстрее идти Что-то как-то он медленно наполняется Не понимаю, почему он медленно наполняется Должен, по идее, наполняться быстро Так, вот нижний почему-то быстро наполняется Быстрее, чем верхний Что такое может быть? По идее, такого быть не должно Так, смотрим здесь Так, здесь 83 Видимо, где-то какие-то пробелы Немножко с поступлением сырья, особенно Потому что других вариантов я особо не вижу Так, ну здесь вот довольно много уходит Здесь, правда, уже уходит сильно меньше Но здесь уходит довольно много Так, здесь уже переполнилось Так, давайте смотреть сюда По идее, последнее не переполнится То есть, если я все правильно рассчитал То самые последние здесь И самые последние здесь Должны работать прям тютелька в тютельку То есть, у них должна быть 100% производительность Но К ним будет приходить прям последняя единица сырья И она никогда не будет складироваться Это если я все правильно рассчитал Может быть, есть какие-то погрешности Которые я не учел, конечно Так, ну она наполняется Да, хорошо Значит, здесь все правильно Раз наполняется, значит правильно Как минимум на половину производства Здесь все нормально Так, 75-74 Ладно, здесь он наполняется довольно уверенно Так, для того, чтобы, соответственно, все это дело проверить Нам нужно немножко подождать Я еще немножко подожду Сейчас у меня прокачаются склады И мы тогда вернемся для того, чтобы проверить Насколько все это дело качественно работает Так, как я думал Пока ждем Так, ну в принципе Я немножко подождал Посмотрел Да, все работает Вот здесь вот потихонечку Это у нас получается Третий из конца Здесь, соответственно, у нас Уже Ну, практически паритетное значение Но оно все равно прибавляется Все остальные, соответственно, видите Прибавило Здесь у нас По чуть-чуть прибавляется Но медленно Дальше у нас пойдет Вот эта вот фигня Сейчас она работает на 50% Но, соответственно, вот эта заполнится И она будет работать уже побыстрее Ну и последняя Ну, постольку, поскольку Она работает сейчас тоже на 50% Я ожидаю, что Скорее всего Ну, то есть, грубо говоря Если я, например, сейчас возьму И подключаю первые несколько Просто возьму их и выключу Тогда все это дойдет до конца Быстро заполнится И все это будет работать На 100% Вся цепочка Но мне просто лень Поэтому я это все дело Никаким образом выключать не буду Что-то здесь такое ощущение, что там Два грузовика одновременно, что ли, едут Что-то я не пойму Как-то он странно выглядит очень А-а-а, понятно Он просто не прогрузился Ясно Так, хорошо Эти мы пойдем Проверять дальше А грузовики Тогда и насколько они Качественно справятся Своей задачей Мы проверим чуть позже Так, все Здесь у нас идет Соответственно Одна сплошная колбаса Особо здесь не задерживается То есть Ну, вот это вот Плюс один Мы можем списать Просто на погрешность конвейера Где-то что-то затупило Где-то еще что-то Соответственно Такое возможно Вот у нас похреначили Слитки наверх Целиковые Теперь смотрим Следующий этап производства Это проволока Проволока Походу уже переполнилась Суть по всему Потому что смотрите Оно стоит почему-то А стоять она не должна Если она стоит Значит где-то У нас косяк Где косяк Пока еще неизвестно Сейчас будем узнавать Где косяк Так Что у нас здесь с проволокой Здесь с проволокой У нас Так Во-первых С проволокой У нас здесь Какая-то лажа Потому что Вот эта фигня Явно не подключена Значит Явно плохо сделана Вот эта вот ерунда Так Нам нужен Конвейерный соединитель Который Здесь вот будет стоять Хорошо Так Проверяем Так Отлично Это у нас Значит поперло Так Других я таких Косяков особо Не вижу Так Здесь что Здесь у нас Переполнилось Так Здесь у нас Переполнилось Здесь я смотрю Тоже переполнилось Так Переполнилось Переполнилось Так Что у нас тут Так У нас тут Застакивается Отсюда выходит Да Отсюда выходит Угу Так Отсюда выходит Отсюда выходит Отсюда выходит Так, здесь вроде как все работает Так, дальше Соответственно, руда, я смотрю, везде Ну, вернее, эти самые пластины Пластины везде поступают Так, в принципе, они и должны поступать Так, здесь у нас Потихонечку барахтается вот эта штука Так, и стройными рядами Пролока поступает куда В общем-то, ей и надо было поступать Так, теперь давайте смотреть Что у нас здесь Ну, здесь, соответственно, все нормально Здесь она Столько, сколько приходит, столько же, сколько и уходит Значит, система работает А вот здесь она копится Почему она здесь копится, пока непонятно Мы, наверное, узнаем о том, почему она копится Чуточку попозже Это у меня такое Ощущение Странное Ладно, сейчас пойдем узнавать тогда Что там происходит Так, вот этот вот у нас Так, здесь ничего не копится Здесь ничего не копится Здесь, походу, тоже ничего не копится Так, смотрим второй этаж Здесь все нормально Здесь все нормально На втором этаже тоже ничего не копится Так, копится у нас на одном Отдельно взятом конвейере Вот здесь Потому что я что-то неправильно подключил Да? Вопрос только что Блин, где я? Блин, 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 блин Так, стоять Во Так, вот здесь это у нас выходит И вот эти два у нас почему-то стоят Хм, а почему? Так, вот этот стоит И его собрат стоит Вот эти вот два конвейера Так, что я сделал неправильно? Так, ну он просто переполнился И с ним просто ничего не происходит А, я все сделал правильно Просто Мы походу засрали уже этот самый Ящик Все правильно, просто ящик засран Судя по всему То есть производство настолько быстрое Что по всей видимости Эта херня закончилась Мда Так и есть А, ну это значит Что буквально еще пара минут И производство становится полностью Раз такое дело Там остатки последние Сейчас у нас нагрузятся И все Слушайте, ну Вы дидат Мы сделали как раз ровно то Что собственно и хотели сделать У нас теперь охрененно Классное производство Безотходное Теперь мы можем производить Сколько мы можем производить-то? Кстати говоря, я что-то даже не посчитал Пятнадцать Пятнадцать А у нас их девяносто Этих штук Девяносто же? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тренадцать Да, пятнадцать, тридцать, шестьдесят, девяносто Девяносто по пятнадцать Ну, неплохо Считайте Тысяча четыреста Ну там, около того плюс-минус у нас в кармане Тысяча четыреста единиц в минуту Это, конечно, охренеть как много В общем, кому интересно Прям безотходное производство Чтоб прям все волшебно было Чтоб прям все было охренительно Было все супер И прочее То делайте вот так Отталкивайтесь от базовой скорости конвейеров Потом, соответственно, дальше все это дело Считайте Вот таким вот образом оптимизируйте И будет вам счастье Будет у вас Самая мегафабрика Из самых мегафабрик Можно, конечно, сделать еще Катастрофических размеров хранилище Для вот этого всего Раз у нас есть Такое вот производство Развеселое Можно сделать, чтобы это все Дело теперь хранилось На случай ядерной войны Если вдруг нам этого потребуется Очень-очень много А у нас есть Можно как бы Вот такую штуку сделать И на самом деле Кроме шуток Сделать это можно И для этого нам Можно использовать Вот это вот место Которое У нас освободилось Я не знаю, конечно Насколько это хороша идея Вот реально Потому что Есть у меня большие сомнения На этот счет Ну раз уж мы стали делать Прям все Безмерно Круто и эпично Давайте уж Закончим Это настолько эпично Насколько это возможно Сейчас я вам покажу Что я хочу сделать Раз уж у нас Это все заработало Хотя, наверное, не сейчас Сейчас я, наверное, не буду Этого делать Мы, наверное, с вами Вернемся В следующей серии Где мы построим К нашей Мегафабрике Еще Мегасклад Соответственно Который у нас будет Все это дело хранить И от этого Мегасклада Уже потом дальше Будем, наверное, что-то Протягивать Какие-то либо линии Либо что-нибудь еще Но я, наверное, сейчас Линию протягивать не буду До выхода патча Может быть, это имело смысл Но не знаю Мне кажется, что, наверное, Пока можно и без этого Бойтись Так Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу Потому что потом, возможно Если выйдут поезда Да, я уже всем Просал уши с этими поездами Но если поезда будут Работать хорошо Как я Рассчитываю По крайней мере То я тогда При помощи этих самых поездов Сделаю транспортировку Ресурсов по базе У меня есть Классный план Согласно которому У меня поезда Будут здесь носиться Как у жопы ужаленные Я, соответственно, буду Из этих поездов Там что-то выкруживать себе Так Но это если поезда Будут нормально А если поезда Окажутся куском дерьмища Ну тогда мы Придумаем, я думаю Что каким образом Все это дело Грамотно реализовать Я думал вообще Сделать это изначально Через грузовики Когда я начинал Соответственно Строить вообще вот это Я думал, что я сейчас Проложу Воздушные маршруты По которым у меня Грузовики большие Будут это все дело По базе перетаскивать Но сейчас у меня Потребность в базовых ресурсах Исчезла Потому что я Уходя Домой Забыл Выключить игру Она у меня поработала Ночь И пока она ночь Поработала Меня там отвлекли То соответственно Я набрал себе Ресурсов Всех абсолютно У меня все Производственные цепочки Завершились А вообще Конечно С выходом Следующего тира Я так думаю Что базовых Будет очень сильно Не хватать Ну и вот тогда Когда их будет Не хватать У меня соответственно Вот эта вот фабрика Которую я тут построил Выйдет на Передний план На лидирующей Так сказать Позиции И тогда Мы сможем С ее помощью Уже что-то там Придумывать Но не раньше Я думаю Что раньше Скорее всего Ничего у нас Не получится И незачем Потому что Повторюсь У меня все Переполнено Все производство У меня Как бы Хорошо очень реализовано Вот там По крайней мере И Всех ресурсов У меня до жопы То есть я даже Не знаю Зачем они мне Были бы нужны Ладно На этой лирической ноте Мы тогда заканчиваем Достраивать Вот эту вот фабрику Мы будем в следующей серии Нам надо будет Построить Мега склад Под нашу Мега фабрику Чтоб он пока Наполнялся А на сегодня Я с вами прощаюсь Спасибо ребята Всего доброго И удачи Мега фабрику Мега фабрику Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»